Постреляли из пневматической винтовки. Сегодня в Кирове стартовала спартакиада среди ветеранов Первомайского района. Это ежегодное спортивное мероприятие для людей, которые вышли на пенсию, но продолжают держать себя в хорошей физической форме. Стрельба лишь первый этап спартакиады. Какие еще соревнования ждут ветеранов, расскажем в сюжете. До выхода на пенсию Василий Дефяков постоянно занимался спортом, а после стал ежегодным участником спартакиады ветеранов. Вот и в этот раз не остался в стороне. В первом этапе состязаний стрельбе сделал пять выстрелов и набрал 23 очка. К слову, стрельба – один из немногих спортивных дисциплин, который дается пожилому мужчине. Вроде у меня тут нормально, не в молоко попал. Прошлый год был второе место занял по стрельбе. Года уже, мне уже под 75, так что я сейчас занимаюсь только стрельбой, дарсом, даже канат уже нельзя. Всего в спартакиаду входит 8 дисциплин. Среди них настольный теннис, бег, жим гири, метание мяча и так далее. Поучаствовать в этом году в соревнованиях решили около 100 человек. Причем, как уверяют организаторы, участники готовятся к состязаниям заранее, а перед выступлениями часто волнуются. Вообще все соревнования, которые проводятся с ветеранами, они дают им возможность почувствовать себя людьми, причастными к спорту, что они чувствуют, что они нужны. И вообще это интересно, это интересно почувствовать свое спортивное долголетие, потому что у нас есть такие ветераны, которым 87 лет, они приходят, заряжаются здесь энергией, тоже тренируются. Спартакиада продлится два дня. 15 июня судьи подведут итоги. Сильнейших в личном первенстве наградят дипломами, грамотами и ценными подарками. Команда-победитель получит переходящий кубок. Надежда Шабалина, Елена Шарыгина, Антон Мамаев. Бюро новостей до ВИЧа.